Покойно и на опыте сборная Германии забирает вторую победу на турнире и первый выходит в плей-офф Евро-20-24. Вчера ребята Нагельсмана во втором туре обыграли Венгрию 2-0. Счет в матче на 22-й минуте открыл Джамаль Мусиал. А на 67-й отличился Илькай Гундагян, который в итоге стал лучшим игроком матча. В этой же группе сыграли Шотландия и Швейцария. В итоге разошлись миром 1-1. Шотландцы набрали первое очко, а у швейцарцев уже 4. Венгры пока с нулем в этой графе. Хорватия перевернула игру за 2 минуты, но в итоге упустила победу в концовке. В матче второго тура хорваты сыграли в ничью с Албани со счетом 2-2, пропустив первыми уже на 11-й минуте. Гол забил полузащитник пражской спарты Казим Лаций. Хорватия ответила во втором тайме. На 74-й минуте ответный мяч забил Андрей Крамарич. А через 2 минуты мяч в свои ворот отправил Клаус Гьясула. На этом Евро это уже четвертый автогол. На 95-й минуте албанцы отыгрались. И что самое интересное, забил Клаус Гьясула. Но теперь уже в чужие ворота. В ответном матче полуфинала Кубка Казахстана Атырау неожиданно разгромил Табол. Первая игра между ними завершилась минимальной победой Костанайцев. Первый тайм остался полностью за нефтяниками. Они забили два безответных гола. Их на свой счет записали Николай Сигневич и Якоб Новок. После перерыва Сигневич оформил дубль, а итог подвел Ренат Джуматов. 4-0. Таким образом Атырау выходит в финал Кубка, где встретится Сактобе, который вчера проиграл Елемаю, но все равно прошел в решающий матч турнира. Максим Самородов открыл счет в матче. Уже только во втором тайме Роман Муртазаев выровнял положение. Затем в спорной ситуации был удален Габи Кики и Дмитрий Шамко вывел Сигневичан вперед. Оставалось еще много времени, однако ничего не изменилось. 2-1. Продолжение следует...